Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34-35. В этой притче Господь именует себя не кем-либо, а царем. Так поступает он, по слову святителя Григория Паламы, от того, что является истинно царем и владыкой над всей природой. На иную особенность слов Спасителя обращает внимание блаженный Феофилакт Болгарский, который говорит «Господь не прежде рассуждения награждает и наказывает, потому что он человеколюбив, а этим и нас научает тому, чтобы мы не прежде наказывали, чем исследуем дело». Отчего же царь, исследовав дело, обращается к благословенным рабам своим, говорит «наследуйте царство, а не приимите его». Как отмечает святитель Николай Сербский, это оттого, что Бог еще до сотворения человека уготовал ему царство. Прежде нежели он создал Адама, все уже было готово для его райской жизни. Целое царство сияло блистательно, ожидая только царя. Тогда Бог ввел в это царство Адама, и царство было заполнено. Так и всем праведникам Бог изначало приготовил царство, ожидающее только своих царей, во главе которых встанет сам Царь Христос. Но не все возмогут царствовать вместе с ним, ибо не будет, по слову святителя Григория Двоеслова, конца как блаженству добрых, так и мучению злых. О том говорит сама истина, «И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Господь продолжает речь о страшном суде, записанную только в Евангелии от Матфея. Праведные окончательно отделены от грешников и поставлены одесную Христа. Господь именует праведников благословенными, в противоположность грешникам, которые прокляты. Еще в Пятикнижии Моисея благословение и проклятие употребляются как антонимы. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Второзаконие, глава 30, стих 19. По учению Моисея, если человек любит Бога и Ему единому служит, слушает Его Слово и держится Его закона, Бог пошлет ему благословение, то есть долговечность жизни и полноту благ. Израильтянам были обещаны изобилие во всех благах, и в плоде чрева их, и в плоде скота их, и в плоде полей их, и полная безопасность от врагов. Награда Нового Завета больше, чем награда, обещанная в Пятикнижии. Это Царство Небесное, уготованное от сложения мира. В иудейском представлении Царство Мессии и Царство Божие различны. Первое наступит после того, как Мессия покорит все народы и даст израильтянам жить в мире. Второе наступит после воскресения мертвых и окончательного суда. Но Иисус Христос не делает такого различия, ведь Он и Царь Мессия, и Бог, и Царство Его не будет конца. «Заметим, что Царство уготовано прежде сложения мира, ибо ведомы Богу от вечности все дела Его. Спасение верных – это домостроительство тайны, сокрытой от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Послание к Ефесянам, глава 3, стих 9. Еще из Ветхого Завета было ясно, что Бог прежде рождения человека знает, будет ли он чадом благословения или чадом гнева, ибо написано «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И потому еще до их рождения, пока они не совершили доброе или худое, сказал, что «больший будет служить меньшему». Мы сами решаем, последовать ли закону и благодати Божией или противиться им. А Бог еще прежде веков знает наш выбор и уготавляет соответствующую участь. Праведный верой жив будет. Без веры угодить Богу невозможно. Но на страшном суде Христос хвалит праведников за дела. И Авраам, угодивший Богу верой, проявил любовь к нему делами милосердия, теми тремя, о которых мы говорим в сегодняшнем видео. Алчущих накормил, жаждущих напоил, странников принял. Причем Бог дал ему такую милость, что все это он оказал его вестником. Увидев ангелов в виде трех странников, он поклонился им до земли, принял в шатер свой, сарра и спекла для них хлеб. Авраам приготовил селенка, дал также масло и молока и так накормил путников. И каждый из нас, желая унаследовать верой благословение ветхозаветного патриарха, может творить подобные дела милосердия и стать наследником царства вместе с праведным Авраамом. О таких делах Христос говорит как об оказанных самому себе, согласии с изречением. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи Соломона, глава 19, стих 17. Повествование о страшном суде ясно учит нас. Бог не налагает на нас какие-то бремена неудобоносимые. Мы не можем оправдаться сами по себе. Бог купил своей кровью оправдания и благословения для нас. И если мы делаем даже то добро, в котором нет великих заслуг, Бог запомнит его и воспримет, как оказанное самому себе.